Вика Любиченко, 29 лет, инженер-конструктор. На проекте появилась последней. Она стала активно заниматься лишь 3 декабря, в то время как остальные участницы пришли в октябре. И всего за 5 месяцев смогла достичь ощутимых изменений. Раньше я совсем была худенькая, для меня прибавка 1 кг веса была просто катастрофой. Сейчас я набрала 3 кг веса, но они выглядят совсем по-другому. Мне нравится, как я сейчас выгляжу. Не просто кости и кожа, а есть какой-то рельеф, мышцы, выносливость даже появилась. По ее словам, все знания, которые она получила на проекте, не забудет, а постарается применить их и далее. Причем не только сама, но и дочка, которая профессионально занимается гимнастикой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основное хобби, кроме проекта, это занятия йогой, прыжки со скакалкой во дворе и пробежки по очень ограниченной территории. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За время, проведенное на Ростов Бикини Проджект, Виктория успела подружиться со своими соперницами. И даже под руководством Игоря Бойкова соревновалась с Людой Кирилловой в силовой выносливости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готовы? Тогда начали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вниз и мощно вверх, как из пружины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надоело, мешок сбрасываем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вика, отлично, молодец, терпишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и на этом мы заканчиваем и этап сегодняшнего баттла, и все наше соревнование в целом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В последнем раунде с минимальным перевесом 76 против 73 побеждает Людмила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если будем встречаться, конечно, мы встретимся. А может быть, даже и на сцене будем встречаться, как соперники. Может быть, команда у нас какая-то будет своя. Это уже посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вика собирается участвовать 13 апреля в Ставрополе на соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу. И, конечно, надеется на призовое место. Я жду соревнования. У меня сейчас добавились еще новая тренировка. Это дефиле, это позирование, которое тоже выматывает. На дефиле, вот полчаса дефиле, это равно 40 минут кардио. Потому что и на дефиле так же ты потеешь, так же уходит очень много энергии. Поэтому я готовлюсь. Но Ставрополь – не конечная точка проекта. Все станет известно 20 апреля на Кубке Дона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...